Буквально год прошел с тех пор, как я пристрастился к трубке. Я молодой эксперт, молодой звездный мальчик трубок. Об этом я бы хотел с вами поговорить. Дело в том, что когда вы начинаете курить трубку, вы задаетесь множеством вопросов. Вы заходите на форум, ну вы сначала заходите в магазин и смотрите, какую трубку мне взять. И видите, трубки за 150, за 300 гривен, за 500, за что-то деревянные, груша, вишня, закарпатский бук, локированный, нелокированный, бриар, какое красивое слово, думаете вы, мореный дуб, фарфор, боже, пенка, кукуруза. Самая дешевая трубка всегда кукурузная. Ну, не сейчас, наверное. И вы думаете, у вас разбегаются глаза, вы заходите на какую-нибудь трубочную статью, вы пишете, как выбрать курительную трубку. И видите миллион разных советов о том, как... И вообще вы начинаете погружаться в эту тему и понимаете, что вы ничего не понимаете. Все говорят какую-то совершенно разную информацию, какую-то полнейшую белиберду. Это смесь, из которой нужно покрупиться и всех возможных источников доставать по чуть-чуть то, что в итоге вам понадобится. Значит, это видео призвано быть сделанным для того, чтобы в одном месте собрать все, что вам необходимо знать о курении трубки. Кроме того, ну, если вы, конечно, начинающий курильщик трубки. Кроме того, это первое видео на ютубе, в котором будут рассказывать о трубке и при этом не будут ее курить. На улице жара, на балконе сидеть было просто невыносимо. Поэтому решил... А решил я... Хочу рассказать об этом. Тема важная. Хотел поднять вопрос задавно. Все мне не хватало опыта или каких-то мыслей. Теперь я все собрал в кучу. И хочу записать видео до того момента, когда в нас прилетит ракета. Ваше здоровье. Значит, первое, с чем вы столкнетесь, это выбор материала трубки и ее стоимость. Тут многие говорят, что если вы зайдете на какой-нибудь форум трубокуров, там вам обязательно скажут, что лучше дешевый бриар, чем хорошее дерево. Я же вам скажу, от чистого сердца больше никого не слушайте. Мой вам искренний совет. Я эту информацию консолидировал у себя очень долго. Хорошего дерева нет. Берите только бриар. То есть не надо начинать с каких-то необычных материалов. Там со стали, с фарфора, с керамики, еще с чего-то. Начинайте с обычной бриаровой трубки. Ориентируйтесь по цене, либо по производителю. Насколько я могу судить, вот у меня лично... Вот это основная моя курительная трубка. Это марка Savinelli, сделана в Италии. Стоит, например, на 120 евро. Есть у них немножко дешевле, но не сильно. Не сильно, по сути, там 100-120 евро. Это стартовая цена на трубки Savinelli. Я советую, в принципе, взять ее, потому что о них негативных узлов я никогда не слышал. В принципе, они довольно хорошего качества. Главное, если вы никогда от этого не пробовали трубку, что вас будет ожидать, это неприятные ощущения в начале курения. Вы где угодно прочитаете и задаете себе вопросом, что такое обкуривать трубку. Как по мне, это дичайшее, дебильнейшее, очень неприятное занятие. Звучит, конечно, красиво. Обкуривать трубку. Что под этим подразумевается? Когда вы ее покупаете, на ней остается куча всяких следов. Там лака, клея, в общем, производственных процессов. Как будто бы на нее кунчили. И вот вам надо от этого всего избавиться. Нужно ее прокурить. Например, говорят, что стандарт для английских трубок, это полностью счищать сразу с шкурочкой, промывать спиртом, чтобы нигде не осталось никакого лака. Мой вам совет, не занимайтесь ерундой, покупайте трубку без лака. Поэтому, как ее выбрать? Либо берите Savinelli, как это сделал я. Многие другие, в принципе, не прогадали. Если у вас в регионе они не продаются, или вам по бюджету 120 евро это излишне дорого, то подумайте, нужна ли вам трубка вообще. Я не рекламирую Savinelli. Просто вы можете запросто курить трубку, попробовать ее, купить дорогущий табак, очень качественный, с отличными отзывами, набить его, подкурить, и почувствовать вкус бензина, например. Это классика. Это не просто классика. Это то, на чем почти все трубокуры спотыкаются начинающие и бросают это дело. Это то, что отсекает, наверное, 95% всех, кто начинал курить трубку. То, что ее очень сложно обкурить, по крайней мере, для начинающего трубокура. Поэтому берите ее, очень важно, берите ее без лака. Он все равно тут есть. То есть это шлифованная, полированная трубка, в которой якобы там лак и всякая пропитка не используется. Полная брехня, полный бред. Используется здесь и лак, как бы всевозможные пропитки и много разной химии. Вот она все равно была вначале довольно вонючая, но в итоге она дает хороший вкус. Вы можете столкнуться с такой вещью, что купите себе трубку, и она будет кислить, или она будет горчить, и вы ничего с этим не сделаете. А трубки это вещи сложные. К сожалению, огромному. Многие трубки нельзя просто взять и курить. Но вы должны купить ту, которую можно будет курить сразу. Советую взять савинели и не заморачиваться. Как выбрать ее по стоимости, если что, если это не савинели? Вы когда-то мне дали хороший совет? Нужно взять самую дорогую трубку, которую вы можете себе позволить, плюс еще немножко. То есть, можете за 1000 гривен купить себе трубку, купите за полторы, подкопите, не доешьте. Лучше две недели посидите на голодном пайке, или там поэкономите. Лучше лишний месяц подкопите и купите трубку подороже. Потому что чем она дешевле, тем шансы растут просто в какой-то геометрической прогрессии того, что вы получите полное барахло по итогу. Потом остаются мелочи. Какой она будет формы, какой она там будет... Все скажут вам, что вначале нужно брать прямую. Полная херня, не слушайте, берите ту, которая нравится. Колобаш, наверное, не стоит брать. Это такое специфичное извращение, но гнутую, немножко гнутую берите в свое удовольствие. Прямая совершенно не обязательно. Кроме того, на своем опыте могу сказать, что из гнутых трубок ароматизированный табак звучит лучше. А вот ароматики, это то, с чего вы, скорее всего, и начнете. Ну, или, по крайней мере, в одном из своих начал придете. Дальше будет всякая ерунда. Типа, какого материала мундштук? Акриловый, эбонитовый, пластиковый. Пластиковый мундштук говорит о том, что вы покупаете дешевую трубку. Эбонитовый мундштук будет зеленеть. На месте соприкосновения с губами нужно покупать специальные полироли, всякие металлические мундштуки. На это редкость в них не попадете. Скорее всего, будет акриловый. Эбонитовый тоже пойдет, тоже хорошая вещь. Ну, это классика. Акрил, эбонит и, в принципе, все. Дальше будет либо смазанная черным чем-то внутри трубка, либо не смазанная. Опять же, разницы никакой нет. Называется это карбонизация. То есть, карбонизированные, некарбонизированные. Как по мне, Севенели делает карбонизированные трубки. Как по мне, выглядит симпатично. То есть, покупаешь, она сразу черненькая, сразу как будто бы немного обкуренная. Но это не играет никакой роли. Над чем вы будете думать дальше? Обкуривание. Я читал, когда начинал все это делать, я вник, вообще с двух ног влетел в эту тему. Начал вникать. И, боже, что я прочитал. Люди делали сахарные сиропы, смазывали ими трубку, ну, камеру трубки изнутри. И потом курили, или посыпали это пеплом и втирали в стенки. Кто-то насыпал себе сначала шесть раз одну шестую, потом шесть раз две шестых, потом шесть раз три шестых трубки, пока не получал равномерный нагар повсюду. Ребята, кстати, есть опытный трубокур, который является свидетелем хорошего нагара. Меня сейчас смотрит. Ребята, не занимайтесь ерундой. У вас на кур, нагар появится в любом случае. В любом случае возьмете ножичек или тампер и сотлете его в итоге к чертовой матери. Нагар вещь хорошая. Не заморачивайтесь. Если вы молодой, меня это сразу напугало. Я думал, все, пока он у меня не появится, он может и прогореть. Ребята, это миллиметр, может там чуть-чуть больше какой-то ерунды, какой-то смеси смол. Трубка будет греться точно так же. Она точно так же прогорит. Этот нагар запросто может плавиться, стекать куда-то вниз. Если вы не будете счищать, кстати, это интересный факт, абсолютно правдивый, если вы не будете счищать нагар, трубка в итоге может взорваться. Происходит коксование бриара либо дерева, из которого она сделана. И в какой-то момент трубка может воспламениться и пау, лопнуть. Это очень прикольно, очень зрелищно. Если я найду то видео, где я это смотрел, я приложу сейчас момент с взрывом. Но это вряд ли. Это было 100 лет назад. Но я проверил, это правда. Значит, не заморачивайтесь с этим. Курите, набивайте и все. Заморачиваться реально нужно с покупкой самой трубки. Потом заморачиваться ни с чем особо не придется. Вы сами всему научитесь. Вот что ключевое. Значит, как набивать трубку? Опять же, вы будете читать, вы будете узнавать о том, что набивать трубку нужно каким-то специальным образом. Нужно вниз трамбовать первую треть сильно, вторую треть поменьше, а первую просто вот так вот присыпать. Тот, кто это написал, трубку в руках не держал вообще никогда в жизни. Это во-первых. Если вы так сделаете, особенно если вы новичок, это советует новичкам. Она у вас, скорее всего, не будет тянуться, потому что вы купите себе, скорее всего, ароматизированный табак, который всегда переувлажнен. Во-первых, не будет нормально тянуться. Во-вторых, она нормально не разгорится. Если придется утрамбовывать тампером сверху в любом случае, не занимайтесь херней. Я вас призываю к этому. Как набивать трубку правильно? По секрету вам скажу, вы сами этому научитесь. К сожалению, ничего в этом... Обучить тут нечему. Если вы видите, что табак какой-то мелкой нарезки, и он может залетать в дырочку в табачной камере, если вы не хотите через дырочку трубки получать себе в рот замечательные кусочки табака, горького и горячего, то стоит, если табак очень мелкой нарезки, то стоит его свернуть в небольшой шарик и впихнуть туда в трубочку на низ. Потом уже накладывать другой табак. Дело в том, что табак можно набивать либо крепко, ну, крепко в смысле, густо, либо не густо. Как правило, амортизированные табаки не терпят сильной забивки. Различные подсохшие табаки, довольно сухие. Я лично люблю курить табаки, которые практически как солома. Они терпят хорошую крепкую закачку внутри трубки. Их можно так курить. Мне так лично нравится. Я люблю крепко забитые трубки. Значит, насчет табаков. У нас в целом, хоть трубка кажется чем-то таким элитарным, чем-то, что вознесет вас куда-то в облака, вам кажется, что вы ее вот так вот возьмете, откинетесь и станете приблизитесь на один шаг к аристократии, к аристократии в крови, еще где-то, я, кстати, утопляпался пивом, настоящий аристократ с трубкой. Вот. Вы так будете думать с тех пор, пока не зайдете на трубочный форум. Потому что наши трубокуры, это, кстати, забавно, есть замечательный сайт tobacco-review.com, он на английском языке, там пишут со всего мира. Вот. И вы можете сравнить, что пишут на русскоязычных и на англоязычных форумах, насколько у нас токсичная, как говорится, комьюнити. И если вы, не дай бог, скажете где-нибудь, что вы любите курить сухой табак где-нибудь на русскоязычном форуме, вас с говном съедят, вас с трубокуры выпишут, у них там есть все эти четкие правила. Вам не нужно их соблюдать. Ни сначала, ни в конце. Кроме одного, который я назвал трубку, берите, блин, савинелли. Очень желательно. Потратьте вы. Ну, много уже людей это перепробовало. Но потратили, покурили. Она хорошая. Она легко обкуривается. Все. И вы, главное, вы можете в итоге полюбить трубку таким образом. Но это я опять отвлекся от темы. Западные форумы, они в этом плане попроще. То есть там действительно есть какая-то аристократия в этом вопросе. Потому что, например, там классический обозреватель табаков с такой ковбойской шляпой на аватарке. Он часто пишет о том, что любит табаки милить в блендере. То есть он берет табак, дает ему хорошенько-хорошенько высохнуть, молит в блендере, и потом эти крупицы, этот крохотный табачок забивает в трубку. И никто не смотрит на него косо. Если вы у нас такое скажете, да вас забанят везде, по IP вычислят и нальют морду. Поэтому никому не говорите, не сидите в этих проклятых местах. Я вас призываю. Буквально пара веток в каких-нибудь форумах пахнет каким-то адекватом. Все остальное это дичь. Не занимайтесь ерундой. Мой вам личный совет лично от меня и строго от меня. Насчет того, что вам необходимо к трубке сразу купить. Желательно купить вот такое вот местечко. Стоит оно копейки. Качество хорошего. Это, по-моему, стоило 150 гривен. Куда будете ставить трубку? Это важно. Тампер. Вот это вот треножка с иголочкой, с лопаточкой и вот с тяпочкой. Оно вам будет тоже необходимо. Табаки. Табаки вы, конечно, себе, скорее всего, сразу купите. Если вы решили, если вы при деньгах решили курить трубку, купите себе дорогие. Если у вас... О! Моя кошечка пришла. Она любит курить трубку. Если вы покупаете трубку совершенно без денег, когда я впервые покупал себе трубку, я вообще купил табак для самокруток к ней. Что, собственно, интересно. Полное барахло не советую. Вы купите себе, скорее всего, какой-нибудь дорогой табак. Вот. В моем случае первым был вот этот вот Red Race Old Cowry. Табак шикарный, я его сразу не понял. Вот. Потом взял еще один Red Race. Тоже очень хороший табак. В целом, у них, я так понимаю, табаки довольно-таки неплохие. Вот у меня с пиратки экстрамериканский табак. 70% латаки. Латаки это такая специя. Но в табаках научитесь ориентироваться. Но к чему вы в начале своей трубочной карьеры в любом случае перейдете? Это дешевые ароматики. Дешевые или не дешевые, но это ароматические табаки, которые у нас сразу принято засирать, называть компотами, назвать любыми некрасивыми словами. Но тем не менее вы в итоге его купите и скорее всего не пожалеете. Скорее всего вы найдете тот ароматик, который вам понравится. Как определить ароматизированный табак или нет? На самом деле очень просто. Если вы смотрите его состав, там указан кавенди, что 99,9999% что табак ароматизированный. Не бойтесь этого. Ароматики давайте шанс любому табаку. Трубокуры любят иметь у себя несколько трубок. Это, кстати, еще одна важная тема. полная херня. Говорят, что из одной трубки надо курить только ароматики. Из другой трубки надо курить только Вирджинию. Из третьей трубки нужно курить только Берли. Из четвертой только Латакию. Забейте. Нравится курить. Если вы будете курить все из одной трубки, она будет вонять, как какая-нибудь портовая шлюха. У меня нет слов. Это бред. У меня много знакомых трубокуров, которые курят все из одной трубки. Им много лет. У них стажа побольше, чем у некоторых комментаторов стаж жизни. Им все нравится. Они курят все из одной трубки. И я все курю из одной трубки. И мне тоже нравится. Единственное, что даже не единственное, что если вы возьмете какую-нибудь трубку для латакии, из нее нельзя будет курить одну латакию. Она у вас так завоняется, будет ужасно. Мне надо иногда прокуривать теми же ароматиками или вирджинией. Но это все мелочи. Суть в чем? Вы придете к ароматикам, вам не нужна для них отдельная трубка. Вы просто купите и попробуйте. Единственный совет, даже правило, очень важное. Дайте им высохнуть. Ароматики будут сильно дереть горло, будут сильно кусать рот. Когда табак кусает рот, это нормально. То есть не думайте, что вы как-то курите не так. Приловчиться к этому, на мой взгляд, почти невозможно. Кусает и кусает. Вы, в принципе, а что вы ожидали? У вас там, особенно к концу трубки столько смол, скопица и всего прочего, еще бы она рот не кусала. Скорее ароматики будут безумно перевлажнены. Дайте им высохнуть по ощущениям. То есть, например, вот этот макбарен я оставил, наверное, на полтора дня. То есть на примерно 36 часов оставил его, собственно, сушиться. Но насколько времени оставлять табак для сушки зависит исключительно от вас. На ваше усмотрение, на ваше... Вы к этому привыкнете, вы приноровитесь к тому, какой табак вам нравится, насколько он должен быть сухим, или влажным. Единственное, что можно сказать для всех, для 99,9% в периоде курильщиков ароматики из пачки сразу будут слишком влажные. Вот, у макбарена неплохие ароматики. Неплохие, недорогие. Original Choice, Black Ambrosia, Golden Ambrosia, если найдете, это все хорошие табаки. Советую их попробовать, если вы хотите. Они ровные, ровные в плане вкус у них приятный от начала до конца. Не противные, все с ними хорошо, из того, что я пробовал. Но лучше действительно иметь несколько трубочек, и вот зачем. Трубки любят отдыхать. Разные материалы, бриар друг от друга очень сильно отличаются. Это не золотой стандарт какой-то, бриар нельзя нельзя определить в театре мира весов. Он разный. То есть, например, вот эта трубка Савинелли отдыхает долго, ей по-хорошему нужно примерно два дня на отдых. Иначе она... Что такое отдых трубки? Когда вы ее покурили, поры, скажем так, в стенках древесины, ну, бриар, понятно, тоже древесина, какие-то корни, они расширяются, они впитывают в себя, в первую очередь, влагу. Вот. И надо, чтобы трубка полностью высохла. Почему? Зачем это нужно? Вы, в принципе, поймете в процессе курения, потому что, опять же, вопрос многих молодых начинающих трубокуров, моя трубка воняет старой немытой пепельницей. В чем дело? Ребята, к сожалению, огромному сожалению, когда трубка воняет старой немытой пепельницей, это норма. В этом нет ничего такого, в этом нет никаких особенностей, конкретно вас или проблем. К сожалению, нельзя курить из трубки какой-нибудь табак, и она не будет пахнуть этим табаком испачки, она будет пахнуть пепельницей. Если вам кажется, что она завонялась, отложите ее дней на пять, почистите хорошенько, отложите дней на пять, понюхайте, скорее всего, этот запах уйдет, она будет пахнуть более благородно. В целом, если она будет хорошо отдыхать, она будет после хорошего отдыха благородно пахнуть. Курить каждый день, ну или до того, как труба полностью отдохнет, курить ее нежелательно. Хотя бы потому, что вряд ли это вам испортит трубку в ближайшей перспективе, ну и вряд ли вы это сможете передать там своему внукам в наследство. Но тем не менее, вы просто, если не будете давать ей отдыхать, на третий, на четвертый раз такого вот курения без отдыха, поймете, что она у вас подванивает каким-то неприятным мусором, ну в общем, воняет реально старая пепельница уже прямо и во рту. То есть вкус табака, он уходит на второй план перед продуктами горения от предыдущих табаков, которые не вышли, и той влагой, которая впиталась в стенки. То есть ей нужно давать отдыхать, и в первую очередь для этого нужна вторая, там третья и так далее трубка, чтобы вы могли одно покурить, отложить, и курить вторую в этот же день или там на следующий, чтобы вы могли собственно не ждать два дня до следующего покура. Ну это все вопрос опыта. Пока вы молоды, не заморачивайтесь. Вы не испортите этим трубку. Даже если вы ее забздите как последнюю бортовую девку, купите специальный себе набор, он стоит не очень дорого, там 20 баксов максимум. Это очень хороший дорогой набор с жесткими ершиками, это как такой небольшой, уже больше как ремонтный настоящий набор. Вы вычистите им трубку до блеска, она не будет ничем не вонять, не пахнуть, но не надо лежать там в духовке в солевом растворе и заниматься прочей ерундой, я вас призываю. Кроме того, я сам не знаю. Я, честно говоря, за то время, когда курю трубку, непродолжительно, буквально год, я так и не попробовал никаких ароматических табаков в плане вкуса там яблока, вишни, специи, карибский ром и все такое. То есть я покупаю ароматики в целом не потому, что я боюсь. Многие не могут их попробовать, потому что боятся загадить трубку. Я их не пробую, потому что, ну как-то вот не хотел. Может быть, возьму себе какой-нибудь вишневый табачок, может попробую. Дело в том, что многие боятся, что они купят так, ну, в среде трубокуров это называется компоты. Купят себе какой-нибудь такой компот, ванильный вишневый табачочек, насыпят в трубку, один раз покурят и будешь сапах вишни, когда оттуда не вытравят. Честно говоря, учитывая, что до этого я читал на форумах и то, что почти все это не оправдалось, я думаю, и это полная херня. Вытравите этот запах за, там, два дня отдыха трубки и забудете, как вообще этот запах, собственно, звучал. Поэтому, я думаю, не стоит бояться, тем более, ну, у нас, опять же, вас съедят за говном, если вы попробуете вишневый табак и расскажете об этом, особенно, если он вам вдруг понравится. А вдруг я гей? А вдруг мне нравятся мужики? А вдруг мне нравится вишневый табак? Надо всему табаку давать шанс. Может быть, спать с мужиками не стоит, но вишневый табак попробовать определённая хорошая идея. Не бойтесь экспериментировать, не бойтесь испортить трубку. Худшее, что с ней случится, она засрётся, вы будете её долго, упорно чистить и вычистить. Поэтому, не бойтесь, вы её не поломаете. к следующему вопросу, который звучит так в моей голове. Можно ли курить трубку в затяг? Вопрос хороший. Я как раз перед роликом посмотрел ещё пару роликов для начинающих трубокуров, вдохновился тем, что полное говнище там какое-то. Можно ли курить? Один хлопчик сказал, помка, статинкодавр называется, канал, сказал правильно, если вы можете курить трубку в затяг, курите. Если вы можете пить бензин стаканами, пейте. Но здоровый человек не сможет пить бензин стаканами, как и не сможет курить трубку в затяг. То есть, конечно, в первое время я курил трубку в затяг, пытался только в затяг курить. Пытался делать там, типа, пять затяжек, но я не считал, конечно, так условно говорю, пять затяжек в рот, одну полноценную в легкие. Но в итоге, когда я раскурился, я перестал вообще этим заниматься. Единственное, что ты вдыхаешь табак в себя, чтобы выпускать его через нос, ты набираешь, как называется, курение по-французски, набираешь дым в рот, потом аккуратно языком его, как поршни, выпихиваешь наружу, втягиваешь носом. Ну и чтобы попробовать там табак, конечно, я думаю, врет тот курильщик, либо врет, либо сумасшедший курильщик трубки, который не затягивается ей совершенно. Нет, иной раз, чтобы ощутить вкус табака, нужно затянуться в легкие, но это тоже один из экспириенсов. Вот, учитывая то, что принято считать, что табак меняется по вкусу трижды, это в начале трубки он один, в середине второй и в конце третий, и хороший табак, хорошее повествование состоит из трех слоев, то как минимум три затяга в легкие, глубокие, жирные, конечно, стоит сделать. Ну, не стоит, а можно. Можно. Если не нравится, не делайте. Не умеете курить затяг, не хотите, не надо. Как она будет вас накуривать, если вы, знаете, мне тоже всегда казалось, типа, ну как это так, человек курю через рот, и она будет меня накуривать. Опять же, врет тот человек, который будет говорить, как и со спиртным, типа, я пью спиртное, чтобы чувствовать вкус, я курю трубку, чтобы чувствовать вкус трубки, да не, нам приятно, побыть бухими, я пью всегда для того, чтобы быть пьяным. Трубку я курю, конечно, не совсем за этим, но ощущение никотинного опьянения мне, конечно, очень нравится, оно очень приятное. Вот, и у меня был же вопрос, если вы курильщик сигарет, я думаю, что у нас с вами мысли примерно одинаково на этот счет строятся, вы думаете, но как же я буду курить-то трубку, не взотяк, как она меня накурит, поверьте, накурит. Многих курильщиков сигарет с огромным стажем накуривают даже так, что их там тошнит, они не могут нормально ходить и так далее. То есть, вспомните свои старые школьные времена, когда пробовали первые сигареты. Но это не у всех, это недолго. Если вам вдруг не нравится, у меня есть один друг, который не стал курить трубку, не смог, казалось, что это не его, он говорил, что не может он курить. Долгий приход и долгий уход от этого никотина и очень им было неприятно, очень сильно этот никотин отравлял. Я думаю, что всем по норме своей хватит. И, наверное, последнее, о чем я хотел сказать, ну, давайте хорошо, об обслуживании трубки, вот что я пропустил и забыл. Обслуживание трубки, то есть, что с ней нужно делать, как ее нужно чистить. Опять же, ребята, главное не заморачиваться. Я с собой ершики не взял, чтобы показать, но вам нужно купить себе либо мягкие и жесткие ершики, ну, если что, подойдут и только мягкие, и только жесткие. Короче, смотрите по себе. Если вдруг одни закончатся, не значит, что вы должны переслать курить трубку, нет, пользуйтесь просто какими-то обычными ершиками. Значит, нужны вам ершички. Вам нужно, после того, как вы покурили трубочку, часа через минут 40, час, два, три, вам нужно ее разобрать. Советуют крутить подчасовой стрелки, кто-то советует против, я как-то привык крутить против часовой. Ну, не могу посоветовать делать вам то же самое, потому что в самом этом плане не уверен, но думаю, что, скорее всего, все это ерунда. Разделяется на две замечательные части, с фильтром или без фильтра курить трубку. Никогда в жизни не курил трубку с фильтром. У меня она под фильтр как бы рассчитана, по-моему, 9 миллиметров, вот не помню точно, но вот у меня комплектные лежат в коробке, я их даже не доставал. Вот здесь есть две такие части, сюда вставляете ершик, сюда вставляете ершик, сюда, потом сворачиваю ее полам, сюда, короче, все прочистили, все будет хорошо. Главное, давайте ей отдыхать, чистить, это не сложно, это пять минут, вам хватит одного-двух ершиков, трех максимум, если уж совсем чистюля, ершики не обязательно смачивать в коньяке, блядь, это совершенно лишняя ерунда, ненужная, смачивайте ершики, ну а в пиве тоже не нужно, смачивайте в водке, смачивайте в спирте, смачивайте слюной, просто можете облизать этот ершик, обслюняете туда его вставить, грешен тот трубокур, который так не делал или не признается, что он так не делал, все это ерунда, главное, чтобы она была, вы избавитесь от смол, чистого ершика тоже в большинстве случаев хватит, если вы ее засрете, есть специальные наборчики, вот эти вот, там ершики и металлические есть, пластиковые, специальные щетины, короче, это уже такая тяжелая артиллерия, вот, и понадобится, возьмете, да сделаете, сразу при покупке вам это не нужно, очистить ее не сложно, это недолго, главное, хорошо, вот вычистить, в том числе, табачную камеру, тоже вы просто ершик сворачиваете в два раза и вычищаете, когда увидите, вот многие на форумах спрашивают, как мне понять, что нагар, нагара стало слишком много и его пора счищать, я вам дам такой совет, я вам отвечу, поймете, просто до вас это дойдет, это не сложно, это небольшая наука, счистите нагар, можете хоть кухонным ножиком, хоть чем угодно, но скорее всего, у вас на тампере будет такая лопатка, ей в принципе это делается достаточно удобно, тампер тоже стоит 3 копейки, вот, и что-то последнее я хотел сказать, но честно говоря, хоть тебе не могу вспомнить, что вроде бы по всем таким вещам прошелся, хотя что-то важное, а, трубка и спиртное, пить трубку с коньяком, вернее, курить трубку и пить коньяк, курить трубку и пить уиски, опять же, тот, кто придумал этот замечательный образ, ну, дай бог ему всю жизнь курить трубку и пить уиски, или коньяк, дело в том, что вы очень долго не сможете привыкнуть и возможно вообще никогда не привыкнете, никогда не перестроитесь и не научитесь курить правильно, очень многие трубокуры с огромным стажем так и не научились, потому что этому нельзя научиться, либо так, либо никак, У меня сильные, быстрые и продолжительные затяжки. У меня табак всегда перегревает язык. У меня язык всегда немного воспалён от табака. Вместо мятной зубной пасты мне идёт довольно тяжело из-за этого. Мой товарищ, который 15 лет курит трубку, говорит про точно то же самое. Поэтому, скорее всего, вы не сможете. Это очень распространённая проблема. Многие просто не колятся. Вы, скорее всего, не сможете с комфортом и удовольствием курить трубку и пить спиртное. Потому что, ну, вы представляете, на воспалённый язык такой, ну, немножко, наливать что-то себе крепкое, это не очень приятно. Если вы хотите трубку с каким-то напитком, ну, лучше с кофе или с чаем на самом деле. Хотя, на самом деле, это абсолютно самостоятельная вещь и не нужно к ней никаких дополнений. Она хороша сама по себе. Вот, вроде бы я всё сказал, вроде бы исчерпывающее видео. Может, я потом как-нибудь запишу либо вторую часть, либо ещё какие-то, ну, если у меня появятся какие-то новые интересные мысли, либо нет. В общем, посмотрим. В любом случае, я надеюсь, что это видео было полезным. Получилось оно слишком длинным, как, на мой взгляд, хотелось рассказать быстрее. Но, вот, прошёлся по всему, что было нужно. Структура, к сожалению, особо никакая не вышла. Но, поверьте, это видео, я его пересмотрю, если он действительно самый исчерпывающий из всего, что я видел на ютубе, я его выложу. И если вы его смотрите, оно самое исчерпывающее. И больше вам ничего смотреть не нужно для информативности, для удовольствия, всё, что вы захотите. На сегодня всё. До новых встреч.